У меня осталась совершенно очень важная история, которую я, наверное, начну рассказывать на Эйхе. И если я не успею ее рассказать на Эйхе, я продолжу ее рассказать на своем канале. Это, конечно, история, которая почти не освещалась в России. К вопросу о международных ограничениях, это немецкий процесс над убийцей полевого командира Зелимхана Хангашвили, где в Берлине приговорили к пожизненному сроку без права досрочного освобождения человека, которого зовут Вадим Соколов. Его признали убийцей Хангашвили. Напомню, что его убили Хангашвили в августе 2019 года. Убийца выстрелил в чеченца и уехал на велосипеде, но попался, потому что нашлись свидетели того, как этот убийца снимал парик, сбривал бороду в кустах на берегу Шпрей, переодевался в шорты и сандалии, выкидывал в воду велосипед. И самое главное, он после этого собирался уехать на электросамокате. И так вот у него был замок на электросамокате, который не открывался. И пока он возился с этим замком, вот этот человек, его задержали вооруженные полицейские. И напомню, что вся эта история произошла уже после того, как все смеялись над Петром и Башировым, после того, как все уже полюбовались разберетским шпилем, и после того, как выяснилось, что несколько сотен агентов ГРУ получали паспорта с номерами подряд. И вот случилось это убийство, и заметим, да, она важна для нас, эта история, двумя вещами. Судя по всему, первое, ничтожность повода, по которому этого человека убили, а второе, конечно, бешенство Меркель. Потому что, вот, судь по всему, это благоприятно сказалось на судьбе Навального, потому что, если бы не убийство Хангашвили, я не уверена, что Меркель была бы в таком бешенстве по поводу того, что происходит с Навальным. И произошло следующее. Это дело расследовал Беленкет. После того, как этого убийцу арестовали, его Беленкет индивидуировал как Вадима Красикова, человека, который одновременно и профессиональный сотрудник спецслужб, и наемный киллер. И когда Беленкет пробил Соколова по свободно торгуемым базам данных, точно как же в деле Навального, он узнал, что вот этот Соколов получил свой НН в июле 2019 года, за несколько дней до того, как подал на визу. Но, то есть, он уже спалился. Наемный убийца убил человека, попал на камеры, был объявлен в розыск, в том числе и в Интерполе. А потом этого же человека Россия под другой фамилией посылает в Германию. Ну, слушайте, возникает первый вопрос. Ну, ребята, у этого же человека есть отпечатки пальцев, и в Интерполе тоже есть отпечатки пальцев. Ну, естественно, этот вопрос возник не только у меня, и не только у иностранных агентов Беленкета. Он, видимо, возник и у кураторов этого человека, потому что они в какой-то момент начали этого человека из всех баз дан чистить. А поскольку эти базы данных секут как решето, то вот сам процесс зачистки этого человека из баз данных, конечно, выдал государство с головой. И, казалось бы, история была довольно простая на этот момент. Взяли, был какой-то киллер, его взяли государственные люди, то есть поняли, что он убийца, его объявили в розыск. Потом, когда его поймали, переиграли, сделали своим киллером, ну, как Никиту в известном фильме, при этом забыли, что из своих баз убрали данные этого киллера, а из Интерпола не убрали данные этого киллера. Но оказалось, нет, потому что дальше Христо Грозев, заметим, я больше не произношу название организации, потому что я не люблю употреблять слово «иностранный агент». Дальше Христо Грозев и его коллеги продолжают копать дальше, и они выясняют, что Красикова искали ещё раньше, за убийство 2007 года в Карелии. Он был просто один из трёх наёмных киллеров, он тогда приехал в город, причём под своей фамилией, он тогда был ещё не Соколов, а Красиков. И, что удивительно, тогда... То есть там базы данных на это убийство тоже почищены. И они начинают разговаривать с братом убитого, и говорят, что да, было три киллера, а под суд пошло только два, потому что защита сказала, что Красиков и другие два киллера не могли совершить убийство, потому что он был заслуженный офицер вымпела. То есть скрывается совершенно другая картина. Оказывается, чувак служил вымпеле, и его коллеги тоже. Они просто приехали в город под своими фамилиями, чтобы совершить убийство, а когда их арестовали, следствию сказали, ну слушайте, они же вымпелятся, но это нехорошо, непатриотично их арестовывать. Открываются бездны, то есть не было никакой Никиты, а наоборот были сотрудники спецслужб, которые подрабатывали коммерческими убийствами, и по этому случаю умудрились засветиться. И я, собственно, Креста Грозева спрашиваю по этому поводу, а как это получилось, что если эти люди... Это к вопросу о бардаке в государстве, что если эти люди уже работали на государство, то они попали в базы данных как киллеры. И Креста мне отвечает, что вот это как раз показывает, что в России ФСБ не может всё решать, что правая рука не знает, что делает левая, что МВД начало дело против этого киллера, не понимая, кто он, а он после этого убежал в Украину, просидел там до конца Майдана, и зачем-то его коллеги к нему ездили. И самое главное, я прошу вас обратить внимание вот на что, что это расследование Христо Грозев вёл ещё до расследования об отравлении Навального, и что все методы, которыми это делал Христо Грозев и его коллеги, были известны ФСБ, но если там, конечно, они полные лопухи сидят, потому что они делали то же самое. Они пробивали этого Красикова-Соколова по базам данных, краденым, по полётам. И, кстати, чистка баз, из которых его пытались вынуть, была одна из самых важных улик, потому что в старых базах данных Красиков был, а в новых не было, а продают все и старые, и новые. И, наконец, более того, они потом сумели по биллингам доказать, что этот Красиков тренировался на базах ФСБ. Они посмотрели, с кем он созванивался из ФСБ. Опять же, в ряде случаев эти данные были вычищены, это было видно. То есть я обращаю ваше внимание, что к февралю 2020 года вот это расследование по убийству Хангашвили спецслужбы должны были его изучать с лупой. Что можно, а что нельзя расследовать. Судя по всему, оно не произвело большого впечатления, и эти ребята ничему не научились, и ничего не забыли. А что касается самой истории с этим убийцей, да, самое главное ещё, зачем убили Хангашвили, потому что до сих пор никто так и не может понять. Ну да, он был чеченец, ну да, он воевал в Чечне, но это нельзя сказать, что это какой-то такой уж совсем крупный персонаж. И судя по всему, есть большое подозрение, что хлопнули его в том числе, потому что он просто в 2008 году воевал на стороне Грузии. Я напомню, что есть другая ужасная история, когда какого-то украинского офицера, который вообще был никто, ровно служил тюремщиком, потом тоже хлопнули за то, что он в 2008 году воевал в Грузии. А вы не забывайте подписываться на Латынина ТВ, не забывайте ширить и ставить лайки, не забывайте смотреть наше видео про экологическую катастрофу. И вообще у нас на канале довольно много разных интересных видео. Кот-галстук с нами. Спасибо. Продолжение следует...